здравствуйте дорогие садоводы нас с вами конец октября и многие растения уже завязали семена и у них эти семена созрели можно их собирать для посева я хочу вам рассказать какие семена можно собирать собственном саду и они очень хорошо сходят таким образом успешно можно размножать свои растения и не покупать их дорогостоящие в питомниках и в магазинах вот посмотрите у меня здесь в руках это эхинацея это многолетняя астра вот такой вот у нее соцветие такое вот это хохолок такой клематиса тоже можно размножать семенами а вот это многолетний флокс он в этом году плохо вызрел но все равно тут есть семенные коробочки которые достаточно спелые желто коричневые такие еще несколько других растений можно назвать тоже которые можно собирать вот что надо сказать про космею то она уже облетела ее нужно было собирать немножко раньше календула сейчас у многих садах тоже созревает и вот в этом году очень было плохое лето она плохо созрела но тоже самые нижние коробочки там можно снять а что дальше делать с этими семенами вот сейчас очень влажная погода поэтому лучше было бы собирать эти семена сухую погоду и можно поставить их на дозаривание на просушку просто вот этот букетик вы ставите где-то на подоконник в какую-то емкость баночку можно в вазочку в любой они у вас подсыхают не потом вы их собираете и можно будет их сеять в моем саду еще есть астры однолетние которые размножаются самосевом дают очень большое количество семян прекрасно летом цветут вот я тоже их собираю тоже выращиваю из них рассаду рассада выращенная специально она побыстрее цветет не случайно стою около гортензии вот как ни странно она тоже дает семена вроде бы не видно ничего у нее в этих вот больших соцветиях но тем не менее семена есть если положить на стол например вот этот вот или на подоконнику вот этот вот цветок это соцветие то когда она подсыхает начинают от него опадать малюсенькие малюсенькие семена я пробовала сеять всходит и даже без стратификации всходит это гортензии но выращивать ее семян смысла нет она очень просто черенкуется из череночка гораздо быстрее получается хороший кустик вот пройдитесь пожалуйста по своему саду и посмотрите какие у вас есть семена вполне возможно что вы соберете их и на следующий год посеете если у вас нет таких растений то можно сеять сейчас под зиму очень многие цветы вот например то что я вам говорила космея если вы ее не успели собрать или у вас ее просто нет есть смеси сортов есть прям конкретные сорта с какой-то однотонной окраской есть так называемые английские семена английские сорта очень крупные вот попробуйте их посеять но вот с ними я не советовала бы сеять под зиму потому что это достаточно дорогостоящие семена и лучше уж обезопасить себя и посеять их весной а вот собственные собранные семена прекрасно сходят у космеи они имеют длительный период покоя и не прорастают раньше времени и шольцы тоже можно сеять под зиму прекрасно всходят никуда их в бороздки ни в какие не закапывать просто поверхностным посевом она бывает также и в смеси и очень разных оттенков розовые сейчас есть и белые и персиковые темно-бордовые тоже очень красивые если вы соберете семена собственные вот она продолжает свести очень очень долго и эти стручочки вот она имеет такие длинные узкие стручки созревают постепенно в течение достаточно длительного времени и собирать ее можно вообще уже начиная с августа месяца то есть июля даже вот но сейчас тоже в принципе можно найти у кого-то есть это куртинка с шольц и можно найти там эти стручки вот прекрасные растения до сих пор цветет в октябре месяце алисом или лоб или лобулярия белые сиреневые темно-бордовые с прекрасным ароматом семена тоже можно собрать семена трудно собирать поэтому знаете как делаете целую веточку такой пучок вот берите все расстилать какую-то газетку или бумагу другую и вот это на этой бумаге у вас дома подсыхает эта веточка и потом чуть-чуть вот так ее постучите отряхните у вас будут собственные семена либо они просто насеются у вас там где цвела это лобулярия васильки все вы их прекрасно знаете тоже можно сеять под зиму можно купить семена можно собственные собрать и опять же нужно их собирать пораньше в этом году все припозднилось поэтому вот видела у некоторых до сих пор вот стоят эти вот тычки от оставшихся васильков на них тоже еще можно найти семена вот растение которые у меня тоже есть и семена созрели уже это рудбеки прекрасно размножается самосевом и также можно посеять под зиму еще про что я не сказала это гелениум высокие такие кустики сейчас цветут и вернее уже отцвели и на них вот эти головочки тоже созревают и прекрасно они потом созревают именно сами семена там и прекрасно сеются так что вот достаточно много есть то что можно собрать в саду еще естественно из зеленых культур это у нас укроп это у нас кинза это у нас петрушка если она у вас на второй год ушла тоже собирайте вот эти зонтики прекрасно можно и подзиму посеять и весной можно сеять вот что я хочу сказать про подзимние посевы дорогие друзья неудач огромное количество с этими подзимними посевами даже вот приходили нам на канал ю тубе такие отзывы зачем вы людей вводите в заблуждение ничего не всходит знаете главная ошибка какая у подзим не подзимних посевов очень торопится посеять то есть сеять начиная с сентября вообще и что при этом происходит во время оттепелей эти семена набухают у них лопается оболочка а не дай бог они еще вообще даже прорастут и все эти семена замерзают семена могут ждать всходов весной только в том случае если они остались практически в состоянии покоя они должны только немножко набухнуть в почве не более того если только оболочка лопнула или семена проросли все вы знаете что они погибнут вот сейчас тоже можно сеять и морковь можно сеять и свеклу можно сеять лук чернушку но обязательно дождитесь устойчивых заморозков у нас в конце октября были очень серьезные заморозки до минус 4 мороза и многие поторопились посеять подзим а сейчас смотрите вот сегодня 30 октября какая теплая погода нас аж мушки тучами летают вот поэтому это первая ошибка не надо сеять рано вот само слово подзимний посев то есть под зиму как можно позже сейте прям действительно по мерзлой почве сами бороздочки можно приготовить заранее чтобы вам не ковыряться в этой мерзлой почве а очень многие растения вообще можно посеять просто поверхностно и засыпать сухой почвой эту сухую почву где-то дома держите ведро достаточно вам будет или вы пакет покупайте готового магазинного грунта и засыпали ваши семена вот эти вот все которые я назвала вам вот эти вот цветочки точно также можно сеять эхиноцеи у нас был ролик отдельный как мы вот эти вот сели эхиноцеи то есть опять же пятачок вот так берете эти семена отшелушили от этой головки или из пакетика взяли до посыпали их поверхностные засыпали вот этой покупной земной все взошло все отличный все замечательно цвело вот теперь что касается подготовки вот этой грядки очень правильно нужно выбирать место вот приходишь иногда в сад и думаешь где вот сделать мне подзимние посевы и многим кажется что нужно именно посеять там где земля еще не замерзла но дорогие друзья это бывает часто в тех местах где низинка влажная почва промерзает медленнее и вот а там как раз и вымокают вот эти семена поэтому наоборот при подзимних посевах выбирается местечко повыше где влага не застаивается а может быть даже еще и приподнятую грядку сделать если у вас какой-то вообще низинный участок вот еще одна ошибка поливает при подзимних посевах не надо поливать по посеяли засыпали землей и оставили все так все больше ничего делать не надо следующий момент если у кого-то плотная почва смотрите что происходит под зимними посевами у нас многократно эта почва увлажняется дождями она у нас то промерзает то снова оттаивает и получается очень корка такая плотная и семена иногда просто не хватает сил чтобы через эту корку пробиться поэтому либо готовьте эту грядочку так чтобы почва реально рыхлой была вносите перепревший компост песок может быть перепревшие опилки туда вот тогда это будет хорошо бороздочку саму бороздочку можно вообще засыпать либо песочком речным таким крупным песком либо очень мелким компостом да вот его даже специальный просеивать иногда для этих целей либо опять же покупной землей сделали бороздки вам одного пакета этого хватит чтобы все бороздочки засыпать вот теперь еще какие вот правила с подзимним пассивом про сроки я сказала но еще важно что вот у нас в этом году вот уже были из-за заморозки и оттепили уже не один раз и в дальнейшем тоже это может повторяться у нас уже практика показывает что мы новый год встречаем а у нас льет с крыши вот поэтому если вы приготовились сеять подзиму ну посмотрите прогноз погоды если там на неделю вперед говорят что у вас будет потом оттепель то отложите это еще на более поздний срок можно сеять даже в декабре кто вам мешает то все равно вас семена будут спать зимой то есть вот таким вот образом вот можно поступать и так еще раз назову какие культуры можно сеять подзиму и не бояться там за свои какие-то всходы это кинза прекрасно всходит укроп петрушка это лук чернушка это вот те самые простые цветочки которые я вам назвала посмотрите ролик еще разочек если вы не вспомнили советую сеять и астру подзиму я даже делала видео ролик об этом но у многих не получилось не получилось и тоже были претензии а зачем вы нам это рассказали вот теперь я говорю об ошибках которые могут быть и тогда не советую сеять вот такие ну скажем более благородные цветы подзиму и дельфиниум сеют подзиму но вот лучше такие цветочки отложить на весну потому что они подороже стоят и будет жалко если они у вас погибли ну а вот такие растения которые вы собрали со своего участка они у вас нет ничего не стоит пожалуйста вы их сеете пожалуйста большом количестве и у вас будут замечательные цветы